Михаил, вот говорят, что ролики у вас хоббийные, неинтересные, напечатали какую-нибудь херню, показали на подставочку, поставили всё. 3D убивает хобби или нет? Ну смотри, вначале я так адекватно сейчас поговорю. Типа это две разные темы, типа ролики и убивает ли, ну типа 3D печать в роликах и 3D печать типа просто вот в хобби самому. Вот, типа если как бы претензия к хоббийным роликам, возможно, возможно, хотя хоббийные ролики у нас есть там типа без этого и как раз последний людям нравится, из говной палок собирают что-то, ладно, модели звезда не говна, но типа это так образно, любя, любя такое, мое говно, типа это просто из контекста можно вырезать, мое говно, да, но, но если мы говорим про хобби, да, вот это есть, типа 3D печать убивает хобби, сейчас короче врубается, сейчас будет короче весь ролик, может не весь, ладно, будь злобный Михаил, типа Денис, может мы будем конечно как бы злой полицейский и добрый полицейский, да, типа Денис будет защищать типа, что-то, я еще не определился, а я буду нападать, нападать на противника в 3D печати, типа Денис, наоборот, защищать противника в 3D печати, не знаю. Вот, а возможно нет, типа, возможно, не из такой, да нахрен я сейчас злой, короче, готовьте, буду поток сознания, буду злой, типа, я не буду, как бы, делать, знаете, типа, там, политкорректные заявления какие-то, нет, я буду прямо вот такой, типа, вы дебилы, короче, вот говорить буду, так, не знаю, к кому я сейчас обратился, просто вы конкретно, типа, общность какая-то такая, со своей обратной. Ага, про него. Да, типа, кто, 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 да, кто это сделал, вот, так вот, типа, если просто, нет, типа, вот кто, типа, такой, о, 3D-печать убивает хобби, вот это, типа, раньше там я собираю модельку такую, а теперь просто взял, напечатал и всё. Ты вообще, чё с мозгом, вот, вообще, типа, ты, типа, как, вот, типа, как в твою голову приходит такая идея, неведомый собеседник, с которым воображаемый, воображаемый, злой, вот этот, вот, типа, короче, какой-то непонятный лудит, типа, ну, потому что, на самом деле, как бы, если адекватно, типа, да, камон, типа, 3D-печать, всё-таки, типа, мы уже обсуждали это миллион раз, ну, типа, как бы, поставим жирный, это последний выстрел поставил жирную точку, да, Mass Effect, Mass Effect, Mass Payne, у нас сейчас будет какой-то. Ну, Mass Effect, возможно, тоже эффект массы. Как известно, последний Mass Effect поставил жирную точку. Такую, да. Андромедовую. Просто жирной точкой была Андромеда, сама по себе, да. Ты знал, что по новой теории происхождения Вселенной, которая, типа, не один взрыв и все разлетаются, а она до сюда идёт, расширяется, сжимается, что чёрная дыра увеличивается гигантская, захватывает всё, все галактики, потом сжимается до какого-то момента и опять разлетает. А это не новая теория? Ну, относительно. Она сменила своё время вот эту вот однострельную. Ну, да, 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 что это циклический процесс. Циклический процесс. Мы про точки просто, про большие. А, да, жирные точки. Чего не поняли, такая ссылочка. Да, если кто думал, сегодня адекватный ролик будет, типа, да, у нас поток сознания будет. Так вот, жирные точки, да, о чём мы? О том, что, типа, как бы, давайте вначале просто поговорим о уровне прогресса, да, уровне прогресса. 3D-печать, типа, это просто, ну, типа, как и пока что, по крайней мере, выглядит, это просто дальнейшее развитие вот этой системы реализации вот этих вот визуальных образов, которые мы бы обычно привыкли многие, типа, видеть. Ну, в большинстве своём, там, в книжках, в играх, вот этом всём, в вот это миничное, что можно потрогать, типа, ручками. И эта штука позволяет тебе делать это самому дома и лёгким более способом и более кастомизированным. То есть, ты становишься независим от производителя конкретной, типа, моделечки какой-то. Это не только к вахе-то относится. Да, мы бы взяли больше, на самом деле, потому что это, ну, так, как я понимаю, прямой шаг в шестой технологический уклад, по-моему, это называется. Когда у тебя не нужно огромное производство, которое что-то делает, там, машины печатает или что-то ещё. У тебя, типа, есть небольшой заводик 3D-печатель, который обслуживает, типа, нужды, там, не знаю, города какого-то. И вот эти вот наши городские конгломерации огромные, которые как раз из-за чего выросли, из-за того, что, типа, нужны были рабочие руки заводам в своё время, да? То есть, из деревень они отсосали этих людей, которые на заводах начали работать. Производство, да. Производство. Вот, и сейчас город, естественно, это не очень удобно. Вот мы с Михаилом знаем, типа, к нам, не к нему на новости приехать, ему ко мне на новости приехать, это, ну, несколько часов вопрос. И народ будет расселяться по небольшим городам, где у них будет как раз небольшой заводик рядышком, который будет, типа, всё обеспечивать. Вот. И если мы говорим о миличках, которые тоже обеспечивают, в принципе, какую-то необходимость у людей, ну, это надо смотреть и в глобальном объёме, да? То есть, если мы принимаем шестой технологический уклад в таком виде, как он есть, почему вы в миличках должны быть ретрофагами какими-то? Ну, да, это просто, типа... Я не справляюсь с защитой, сука. Не, не сам, да, 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 у нас нет туда никаких защиты. Ну, и действительно, как показывает даже практика, всё ещё, как бы, 3D-печать у неё куча недостатков есть в том числе, но даже на том уровне, к которому она сейчас дошла, фактически, она нам даёт что, типа, в первую очередь, типа, в хобби, типа, вот, смотрите, типа, а, она дешевле, чем оригинальный продукт, как бы странно ни было, но при этом она, как фактически, не является пиратством. Есть нюанс того, как вы достаёте модели и как вы их пользуетесь, что это за модели ещё важно, но если мы предположим, что у вас добросовестным путём получены модели, да, то это не пиратство. К сожалению, как бы там кто не относился, типа, если даже это модель космодесантника, модель космодесантика мы уже обсуждали миллион раз, что невозможно её буквально в смысле, типа, подвергнуть, ну, типа, копирайту, потому что это слишком, это просто образ слишком такой растянутый, то есть там буквально что-то поменял, и всё, типа, пожалуйста. Вот, поэтому, собственно, и нет копирайта на Space Marine, насколько я знаю, вот. И, ну, а общий такой копирайт, типа, размытый, это никто не даст или там потом в суде просто спорят, ну, короче, неважно, не об этом сейчас речь. И, типа, фактически это не является контрафактной продукцией, но при этом, как бы, ну, оригинал, понятно, откуда это бралось, да, но сильно дешевле, а, из преимуществ, да, уже, которые у нас есть, типа, сильно дешевле, а, и огромная, огромная, ну, ладно, давай вначале это потом, это последний пункт самый важный, а второй, наверное, такой перед этим, это доступность. То есть, типа, у тебя пропадает та вот эта штука, что ты должен, типа, заказать какую-то модель, съездить за ней, взять её, там, типа, типа, а той модели в том магазине нет, а её могут потом привезти. Понятно, это всё зависит ещё сильно от какой страны вы живёте, но даже, даже, если вы, предположим, живёте вот там, живёте в Англии даже, да, и ты такой хочешь заказать себе какие-то модели. Начинается с того, что, типа, закажи там какие-нибудь модели у 4G, какие-то у ГВ, какие-то ещё откуда-то, типа, какие-то, может быть, альтернативы какую-то хочешь, ты хочешь её заказать. Есть она в стоке, out of stock, made order. Да, уже проблема, что-то есть в магазине, ты можешь сейчас вот приехать и забрать, типа, а что-то надо заказывать, а что-то приедет, типа, вот, может, завтра приехать, а что-то вот, типа, через неделю, а что-то через месяц, типа, уже, короче, куча такого, типа, всего. С 3D-печатью фактически у вас логистическая цепочка достаточно простая, у вас, ну, как бы, вы приобретаете 3D-принтер, у вас есть 3D-принтер, и вы покупаете смолу, ну, и там прочие расходники, но, как бы, основной расходник, который регулярно вам нужен, это именно смола, ну, там, спирт, депритин, или чем вы, там, промываете модели, вот, предположим, там, ну, короче, смола всё равно это основной и требующий денег, да, и у тебя, как бы, тебе не надо заморачиваться с тем, чтобы вот эту, типа, вот эту всю логистическую цепочку как-то что-то забрать, у тебя просто есть, там, сток этой смолы дома, и ты её используешь, просто заканчивается смола, ты её используешь, но тебе не важно, тебе понадобился, тебе дефайлер, или тебе понадобился, не знаю, там, какой-нибудь, не знаю, там, ДПХ, какая нафиг для тебя разница, для тебя логистически здесь никакой проблем, ну, там, кто-то скажет искать модели, но это уже, мы выходим, как бы, в другое совсем русло, типа, работа с данными, поиск в интернете, вот этого всего, вот, и, типа, это, типа, плюс огромный, вот, ну, и самый главный плюс, я считаю, всё равно 3D-печать, и 3D-печать позволяет тебе сделать то, чего сейчас, ну, вот, как бы, то, что было раньше доступно только единицам в хобби, очень, типа, там, одарённым или людям, обладающим космическим количеством денег, это сделать просто сумасшедшую кастомизацию того, ну, типа, того, что ты собираешь, может быть, даже не Ваха, неважно, там, не АОС, там, или что-то ещё, то есть, ты можешь кастомизировать, фактически, тоже, да, для этого требуются, там, или навыки, или деньги, но они требуются гораздо меньше, ну, чтобы вы понимали, просто банально, раньше ты, вот, хотел себе кастомный какой-нибудь легион космодесанта, да, свой собственный, что ты для раньше для этого делать тебе надо было, тебе надо было, вот, предположим, ты обычный человек социалистический, ты не умеешь не лепить ничего, скорее всего, ты не пойдёшь на курсы лепки, ну, типа, если ты хочешь что-то серьёзное, ты хочешь что-то, ты вначале такой, ага, символика мне нужна, мне нужны, там, наплечники и шлема хотя бы свои, да, ты находишь человека, очень, очень, скорее всего, процесс может быть тяжёлый, который может влепку вот таких мелких деталей, ещё желательно, чтобы он находился, как бы, вот, в этой внутренней хоббийной среде, чтобы он понимал вообще, о чём здесь речь идёт, ты ему заказываешь вот эти вот детали, чтобы он их тебе слепил, тут ты понимаешь то, что если тебе этот человек будет лепить вот эти кастомные головы, постоянные оплечники, ты разоришься, тебе, соответственно, надо что, правильно, тебе нужно это как-то сериализировать, опять же, ты стандартный человек, ты не будешь заводить себе дома производство по литью, тебе надо найти какую-то литейку или кто-то связанным типа с этим, чтобы тебе серию, вот, чтобы ты отдал эти модели, чтобы тебе их откопировали и полностью этот заново отлили, при том, что ты должен ещё понимать, что это не как с оригинальной коробкой, с литьём делали, покупают оригинальную коробку, отдают там и их там копируют и там ещё просто продают на сторону, тут нужна тебе только эти бошки и наплечники, соответственно, ты это делаешь, типа, вот ты получил и ты такой, что ты имеешь на руках за вот этот весь цикл этой какой-то непонятной бошки и наплечники, ты такой, фух, выдохнул, да, круто, но есть такой же более глубокую кастомизацию, ты такой, мне нужны какие-то свои тела, и ты такой, ого, а это уже более сложная задача, там типа, или мне нужно несколько голов, типа, ну это можно набить, но как бы несколько голов это одно дело, а несколько тел, предположим, даже не с нуля эта лепка идёт, а там типа вот просто оригинальное тело берётся и облёпливается ещё дополнительными деталями, и это уже гораздо более дорогостоящая и гораздо более сложная работа, с которой каждый справится и не даст не тот результат, который вам именно нужен будет, ты такой, типа, ё-моё, типа, что это такое? Ну хорошо, давай я попробую тебе... А, мне договорились ты про 3D-печать, как это в 3D-печатье выглядит? Мне конкретный момент интересен, короче, ты описал, как это происходит с лепкой, да? Да. Но в реальности 3D-печати это происходит в редакторе, насколько это обычному человеку, который, ну типа, чёрт его знает, это делать просто? Вот смотри, зависит, конечно, от степени того, что ты хочешь там наворотить, может ты хочешь писюну на голову прицепить, смотреть марину своим, это, конечно, просто задача, да? Вот, но если мы сравниваем, вот типа, слепить какую-то хрень на модели и когда взять стандартную модель стоковую и что-то с ней там сделать, да? Моё мнение, конечно, типа, может кто-то там оспорит его, но моё мнение, самому, именно своими силами, проще всё равно будет с моделью взаимодействовать именно 3D-шной в редакторе. По банальной причине обучиться лепке, это скилл, требующий гораздо больше времени, чем 3D-моделирование. То есть, опять же, кто сейчас тут скажет, что работа 3D-моделлером сейчас обидится, нет, в определённой степени это штука, которую можно там совершенствоваться и совершенствоваться, но сделать какие-то мелкие правки, например, там типа вот наплечник, да, и на нём символ легиона, требует не то, чтобы больших, ну, люди, которые работали в блендере, люди там работали, которые, ну, в разных там, чем бы вы там не пользовались, да, 3D-макси, наверное, всё-таки подтверждает, что в принципе это несложная задача, то есть, это несложная задача вот как бы как таковая реализация, даже человек, который с нулевыми навыками. Ну, банальный пример, я, имеющий нулевой вообще навык в 3D-моделировании, в какой-то момент Денису сделал головы вот этих горящих чуваков, там у нас были итерации какие-то дел, но банально первую вот идею, что Денис хотел там, чтобы у него были как бы Space Marine, но это были такие горящие черепа, я типа, ну, идея родилась типа, ага, я беру шлем Space Marine, я убираю оттуда кусок детали, который является вот всем, кроме вот этой вот типа противогазной части, то есть, вот эту вот шапочку сверху, беру модель черепа, вставляю туда, типа, опа, уже есть, типа, практически большая часть работы, дальше там разбираюсь, как можно поработать, типа, с огнём, как можно огонь сделать, вот, там или модельку огня нахожу, там или таких, ну, как бы, с полоха в пламени, или потом нашёл способ как-то закручивать самому там вручную, ну вот, то есть, там результат может у меня получаться недельный, но это заняло, типа, вообще колоссально меньше времени, чем я бы лепил с нуля вот это вот всё, типа, весь этот процесс там из чего-то, то есть, и в том числе найти 3D-моделлера, даже если ты сам это не делаешь, да? Найти 3D-моделлера проще, чем найти скульптора, вот, который тебе сможет это сделать. Я хочу комикс хентайный, куда мне обратиться? Комикс хентайный, да это вообще, типа, много, много художников, которые на заказ делают. Ну, они обычно для себя делают, им нормально, а надо человек найти, который готов. Тебе надо найти хентайн художника, который на взлёте находится только, вот, просто, когда человек находит до определённого уровня развития и дохода уже в таком поприще, он, как бы, уже, ему это не интересно найти, комиссион эти становятся, да? Но, или у него просто, просто огромный пул заказов, огромная уже цена, через которую ты не захочешь сам платить, а вот человек, который ещё находится на взлёте, ему можно такого найти. Короче, начинающие художники, которые ещё не зажались и рисуют в, как это называется, ну, 18+, есть аббревиатура из четырёх букв, я не помню, ладно. Вот, safe for work? Да, вот. Обращайтесь к Денису, он хочет нарисовать порношный комикс. Давайте, он напишет, да. Ну, типа, Денис, короче, готов воплотить работу, давайте. Про кого будет? Сценарий есть, про кого будет? Да. Про письки. Чё? Там, в том, где пенисы будут, или что? Неважно. Ладно. Я ещё не проработал до конца. Ладно, я понял, концепт неплохой уже, как бы, что-то есть. Да, письки будут, это стоп-адо. А, ну, ладно, это уже неплохо, не в каждом такое есть. Ладно, возвращаясь к 3D-печати 3D-модели. Хорошо, допустим, можно как-то действительно это перебороть в себе, открыть, поставить какую-то программу. Есть какие-то понятные вообще, не знаю, не гайды, а что-то, что человека с нуля в это входит? Он такой, типа, вот, ага, я это посмотрел, я это почитал, и вот я уже готов, типа, занять своих Space Marine. Если именно вопрос в 3D-моделировании, то да. То есть, ну, банально, банально, если уж совсем, типа, быть, типа, вот тебе лень что-то пытаться, как бы, искать, вот это всё банально есть курсы 3D-моделирования. То есть, типа, ну, тупо, но да, типа, вот есть курсы 3D-моделирования, ты можешь на них записаться и их пройти, типа, какие-то короткие выбрать и всё, которые тебе вполне себе, ты разберёшься с инструментарием этим всем. Ну, то есть, ты не разберёшься, разве что-то, как бы, со стилистической точки зрения. То есть, это, понятное дело, техническая работа с моделью – это одно дело, другое дело придумать стиль, но это не относится никак к 3D-моделированию, это относится ко всем аспектам. Неважно, как ты хочешь свою фантазию воплотить в реальность, тебе нужно иметь какое-то представление о том, что ты хочешь воплотить в реальность. Звучит странно, но вот такая у меня сегодня формулировка странная. То есть, в целом, это достижимо, это не надо идти на курсы лепки и шитья. Да. Ты просто по интернету куда-нибудь записался, посмотрел, все это уже сидишь в скачанном каком-нибудь блендере фигач. Да. Хорошо. Но, как бы, мы возвращаемся, все-таки у нас сегодня битва хобби и 3D-печати. Получается, что у тебя хоббийная часть, где ты придумаешь, куда чего прикрутить, переходит из твоего воркспейса какого-то, где ты сидишь в мигах, на компьютер. Да. У тебя просто трансформируется. То есть, это просто трансформация твоего хобби, типа, и вообще самой хоббийной части, типа, хобби. Потому что сейчас кто-то скажет, ну вот, это вот там с конверсией, типа, взять битсы из той коробки, взять битсы из той коробки. Конечно, это все хорошо. Но вспоминайте, что, например, еще, типа, лет 30 назад, как это выглядело? Ты берешь металлическую хрень и красишь ее, все. Ты никакие, ну, там, чтобы конверсии кто-то мог сделать, но это обосраться, сколько стоило усилий, типа. А так, ну, у тебя монопозная модель, которая просто монолитная. Ты ничего с ней не сделаешь, ну, по большей части. Ты зачистишь у нее обло и все. Какие тут были конверсии? Никакие, естественно, на самом деле. И потом, да, появилась эта возможность, типа, ну, как бы конверсия, ну, китбаш, точнее, кто-то называет китбаш, они называют конверсиями, называют китбашами. Да посрать, короче. Ты сделал нестандартную модель, значит, это конверсия. Вот. Это я так, типа, сразу обозначил, типа, кто здесь главный. Вот. И в какой-то момент это пришло вот к такой форме хобби. И это круто, то, что когда ты трансформируешься, но сейчас оно, типа, приобретает вот такую своеобразную форму, вот, что ты можешь добиться уже, типа, конверсии, ну, выйти за рамки, типа, вот этих вот все равно созданных пресетов. А создать вообще что-то, типа, свое. Опять же, я еще, 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 как бы, хочу заметить. Все еще это разговор идет о том, что ты не обязан этим делать это делать сам. Ты можешь всегда кому-то заплатить денег, чтобы за тебя это сделали, типа. И кто-то скажет, ну, чтоб ты только что говорил, что это можно было сделать и с культом. Это более, во-первых, а, дешевле вам увойдется. Точно дешевле, чем со скультами, скорее всего. Если только человек не ценит твой труд, но это как бы мы не считаем. Второе – это легче найти. Легче найти 3D-моделлеры, типа, чем вот этого. Тем более, для людей, например, которые живут, вот для нас, типа, людей из стран СНГ, может быть, чуть посложнее с этим. Но для людей, которые живут, например, в англоязычных странах, типа, для них чаще проще, потому что у них есть сервисы, где ты вообще просто условно, ну, размещаешь, типа, заказ на такую-то, там, типа, сумму денег, сразу задаешь, типа, бюджет. Вот это все, и тебе находится там, кто это делает. Вот. То есть, у нас с этим, как бы, посложнее, возможно, найти. Но даже и у нас, тем не менее, это можно найти спокойно. И, пожалуйста. Хотя, в принципе, можно и зарубежными. Ну, для, типа, жителей России, конечно, сейчас тяжелее пользоваться. Ну, для жителей, там, других стран, типа. Это, как бы, все еще вполне себе рабочий вариант. Там английский, знаете. До Google Play можно пользоваться, и все спокойно будет у вас в этом плане. Вот. Типа, никаких проблем в этом нет. Вот. Типа, кстати, мы не сказали сразу, у нас, как бы, в принципе, надо, наверное, сказать, что это, наверное, выпуск, посвященный, в первую очередь, благодаря, опять же, человеку, который в пинком вогнал нас в это хобби, на самом деле, не влетел. Это Антону. Наверное, ссылка на его Boosty, где, вот, собственно, он модели постит, которые для нашего проекта как раз делаются, там находится. Ссылка будет в описании. Такая неожиданная в 25-й минуте у нас или какой-то там 20-й. Это будет. Если что, у Антона он постит, собственно... Деграция. Да. Он постит, как бы, все, что относится к проекту TFE, что он какие модельки он нам делал, он так или иначе рано или поздно их выдает. Плюс много именно подноготных вещей, связанных с 3D-печатью. Ну, или можно начать с Дискорда, где есть отдельный канал нашего Дискорда. Да, в котором Антон, в том числе, там отвечает на вопросы по 3D-печати. Все, короче, ссылочка на все это будет в описании. А еще, если вы хотите сдаваться над Михаилом, я опять вспомнил, я пугаюсь. Короче, у Антона зачем-то он поставил эту дурацкую цель у себя сбор в Boosty на Mantu. И, короче, типа, в начале там было 5000, потом там 10, потом там уже 15, короче. И самое смешное, что я, типа, говорю, Антон, нахрена ты это сделал? А потом он такой кек, типа, а теперь Антон такой, нахрена я это сделал? И он теперь сам, типа, залеет об этом. Он думал, что не соберет, да? Да. Кстати, там, между прочим, у Хроники Манты, он уже начал над ней работать, типа, он уже сейчас там с ней разбирается, вот. Так что, может почитать, вот. Ну, мы про именно, короче, ладно, отдельные аспекты, потом поговорим. Так вот, дальше, Денис, что у нас еще есть? Давай, давай. Ну, получается, смотри, тогда, если мы вернемся, например, к нашим зрителям, они недополучают порцию хоббийности, потому что мы минуем, как раз, хоббийность перетекла в 3D. Да. А Антон не снимает видео, как он, ну, что-то там конверсит. Ну, понятное дело, да, это ему тяжело, тем более, процесс очень может быть растянутый по времени, да и, возможно, не всем будет интересно смотреть, хотя есть, типа, таймлапсы, где там показывают, как конверсит, ну, типа, модели делаются, это выглядит интересно. Не, ну, если, типа, если переживать за именно канал, и тут могу сказать, что как раз в этом плане, у меня-то план есть, чтобы вам, типа, не было скучно, вот, типа, чтобы вы такие вот не смотрели, просто вот, смотрите, у меня 3D-моделька, все напечаталось. Во-первых, вы получите, скорее, все рано или поздно, может быть, на момент выхода, не, ладно, на момент выхода ролика этого еще нет, будет, в любом случае, ролик о самой 3D-печати, процессе показа, потому что это тоже, это просто другое, это, конечно, не вот эта моделька-моделька, но тоже это интересный технический процесс, который, ну, я думаю, много у нас есть людей, подписчиков, которые, например, там, про машины любили еще не смотреть, как там какой-то движок там перебирать, или еще какую-то вот такую хрень, и это просто отдельно, даже интересно визуально посмотреть, как вот идет процесс 3D-печати, типа, как ты заливаешь смолу, типа, как она там распечататься, как ты там снимаешь с поддержек, вот это все, вот это все покатывается, плюс, естественно, у нас будет гайдец, мы в этом году сделаем гайдец видосный, типа, видос гайдец, ну, вы, короче, поняли, словообразование у меня пошло куда-то в сраку, вот, и именно хоббийные ролики старого порядка, там, берем модель и что-то с ним делаем, я, они будут выходить, типа, они будут выходить, у нас есть серия Darkmech, которая все-таки состоит из них, плюс, про Space Marine определенно я буду делать модели, опять же, не забывайте, я, типа, человек, который делает это вот для видосов, в том числе, и поэтому я могу как раз вот это вот, типа, уделить там больше времени, чтобы показать какую-то красивую картинку, что трансформируется, может вдохновить кого-то, что-то тоже такое же сделать, ну, там будет в любом случае предусмотреть какая-то, типа, отдельные детали, там, ну, типа, головы Space Marine, говорят, ну, вот буду я сейчас лепить эти головы вот эти свои кастомные, нет, естественно, не буду, я буду использовать 3D-печатные, но основные модели буду пластиковые использовать, естественно, и показывать вам на роликах. Я вот ещё о чём подумал, ведь это боль, которую люди говорят, блин, ну, как же, 3D-печать убивает хобби, она в чём заключается? В том, что был какой-то, понятно, интересный процесс, да, вот это вот, ты сидишь такой, типа, обложенный этими бицами, роешься в них, значит, подставляешь, такой, нет, вот это не, а вот это вот интереснее, да, ну-ка, я подклею, а что дальше будет? Ты даже не знаешь, как оно будет, ну, как бы, когда начинаешь, у тебя просто набор каких-то гаечек-винтиков, условно, да, а потом из этого выстраивается что-то, ну, как, собственно, и само собирание миниатюр из коробки, у тебя на литниках что-то есть, а потом такой, тык-тык-тык, смотри, у тебя получился это что-то, волшебный эффект, да, и когда это переносится на компьютер, мне кажется, по-другому всё-таки воспринимается. Тут надо, наверное, уточнить, что многие не совсем понимают часто, как выглядит процесс сборки 3D-печати, потому что некоторые думают, что это у тебя, потому что, ты знаешь, есть ролики, где на ютубе, в том числе, берут какую-то даже там здоровенную модель и просто печатают здоровым куском, там, отделяя все поддержки, вот это всё, и все думают часто, что, ну, вот, у тебя, типа, десятка спейсмаринов, они, ты, как бы, ставишь их на печати, у тебя просто 10 спейсмаринов выросли, ты их оторвал от поддержек, всё готово, типа, 3 секунды и всё тут. Конечно, так можно, но это будет выглядеть убого, ваша спейсмарина будет выглядеть как кал, скорее всего, и это будет дико неудобно, и много будет повреждений на модели. Как выглядит процесс, например, у меня, типа, с, опять же, спасибо Антону, что он, как бы, помог вот это всё вот так вот сделать, потому что процесс-то выглядит не сильно отличающимся, ну, то есть, типа, у меня вот нет чего, вот, когда я беру вот свои модели, да, типа, если я их даже сам печатаю полностью. У меня нет процесса вот того, что я срезал с литника и зачистил модель, но у меня есть процесс того, что я, ну, как бы, распечатал, я отделил их от поддержек, засветил и дозачистил, потому что тоже там всё ещё есть места, которые надо защищать, потому что остаётся следы от поддержек, надо это справиться. А потом, неожиданно, вот представьте, вот как Space Marine выглядит у нас сейчас стандартный на Приморис, например, в коробке. У вас, как бы, в большинстве своём из двух половин собирается тело, у вас руки из двух частей, у вас голова, наплечь, ну, это, то есть, бэкпак и наплечники. Из чего состоит Space Marine у меня? Ноги отдельно, отдельно корпус, отдельно голова, руки из двух или из трёх частей зависит, но обычно из трёх частей, потому что, типа, ну, это оружие и вот две руки-то, например. А два наплечника, бэкпак. Внимание, в этом больше деталей, чем в ГВшном вообще-то наборе. Ну, то есть, это как более старообрядные Space Marine, кто помнит, типа, вот были вот-вот, типа, вот. Типа, и чем этот процесс будет сильно отличаться? Ну, минус, конечно, ты нам не пластиковым клеем пользуешься, ты нам пользуешься суперклеем, да, типа. Мне, потому что больше пластиковый нравится. Хотя, я знаю, что некоторые, кто работает всегда только с суперклеем. И вот, типа... Ну, это как из коробки собирать, в чём конверсии-то? Где хобби? А, так, пожалуйста, ты, опять же, так же тоже можешь, типа, вот, как собрать модели из коробки, а можешь, типа, такой, а вот я вот эту руку сейчас сюда приделаю, а это сюда, а это сюда руку приделаю, и всё. И ты сейчас тоже не знаешь, у тебя напечатано сразу, типа, там, 20 Space Marine, да, у тебя куча деталей. И ты такой, типа, вот сейчас буду собирать этому руки так, а этому так, а этому такой пальчик сюда, а этому пальчик сюда, а у меня остались сейчас прошлые распечатки, еще, короче, другие руки от другого набора. Возьму, короче, сейчас сюда приделаю, он тоже будет пальчиком вот так с двух рук такой показывать. Нет, ты, как этот Человек-паук. Мне кажется, это проблема, с которой человечество сталкивалось не первый раз, и, я думаю, ещё будет сталкиваться, например, когда автомобили только развивались, это всё было ручное производство. Дота в гараже, чего-то там, какой-то двигатель прикрутил к коляске, типа, вот. А потом Форд такой, типа, а вот производство, значит, на заводе, бым-бым-бым, этот его первый, Т1, да, он как назывался, Model 1. Да. И все, небось, вокруг ходили, разве это тачка, типа, вот тачка, вот я сейчас соберу ручками, типа, вот это тачка, а это какая-то хрень, типа, непонятная. А кто-то вообще говорил такой, да вы чё, чё это такое, я вот сейчас на коня сел, вот ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Да. Сейчас обратная ситуация, то, что производится на заводах, это машины с понятным качеством, у них всё чётенько, там зазорчики выставлены туда-сюда, а какой-нибудь Lamborghini, который так собирается по, этим, штучно, руками, там ходят зазоры, и всё это, как бы, ну вот, именно ручное. Мы, как раз, вот эта революция произошла, но мы сейчас, ну, давно производственные, да, и раньше всё ещё все руками делали. Если захотёте в какой-нибудь музей старины, вы посмотрите, там, мебель, она вся кривая-косая, там, да, типа, принадлежная. Ну, не то чтобы, ну, там прямо видно, что... Зависит, давай справедливость ради, зависит от уровня и стоимости этого товара. Согласен, да, но всё равно, я говорю, кривая-косая, не значит, прямо она вся такая, а там просто видно, что вот здесь так чуть-чуть, а здесь так чуть-чуть, всё, вот как бы миллиметр есть, но ты по-другому не сделаешь руками, это невозможно. Ладно, за счёт Дениса сейчас скажу, потому что, я знаю, могут быть комментарии, типа, там, ого, сейчас начнутся, но, да, такие штуки встречаются на современных производствах, но это из-за того, что происходит именно ошибка в проектировании, и ошибка в проектировании может иногда вообще не правиться, типа, а может правиться просто, как бы, с запозданием, из-за чего, типа, часть партии будет. Ну, там технологии развивают, развиваются, улучшают, улучшают. Собственно, с заводов раньше тоже там всё ходило, там, до сих пор у некоторых ходят, капот у тебя с этой стороны дырка такая, сюда палец пролезает с этой стороны. Ну, как бы, допуски у всех разные. И с нашим хобби, в том числе, сейчас происходит то же самое. То есть, до этого все ручками собирали, и всем это всё нравилось, они всё это помнят, а сейчас, ну, вот. Не совсем понятный процесс, да. И с теми же играми, помните, кто застал вообще рынки, когда ты едешь, короче, на рынок, там картриджи жёлтые эти лежат, и ты ходишь и пытаешься что-то найти, что тебе нужно. Это же романтика, ты должен знать, где на рынке палатка. Это там, типа, помню, Врена рассказывала, у них, значит, как-то назывался питерский рынок, не помню как, значит, нужно было пройти туда-сюда, отодвинуть полог, и, типа, ты попадал в рай геймерский. Это, естественно, была романтика, раздобыть ту самую игру, ты раздобыл такой довольный. Я помню, я купил эту полную сборку Silent Hill, первые четыре части в одном боксе. Я такой, классно. А сейчас ты, типа, в стиме нажимаешь? Да. Ну, вот просто банально то, что, вот, как бы, когда-то было интересно, то есть, типа, вот, ну, думаю, многие вспомнят, вот, ладно, в зависимости от возраста, кто сейчас уже, наверное, там, ближе к тридцатке кому, или за тридцатник, соответственно, те, скорее всего, согласятся. Это был прикольный процесс, типа, идешь на рынок, типа, там вот эти палатку, где продаются эти игрули, и, типа, ты такой, типа, а появилась игруль, про которую ты там читал только что в журнале, типа, и тебе такие, типа, вот, понятное дело, что, ну, были ситуации, когда нет, еще ее нет, там вот, например, Готика там, по-моему, вторая выходила, да, и проблема в том, что ты приходишь, и тебе вначале говорят, нет, а ты такой, ну, блин, она уже вышла, ты знаешь, что она вышла, но проблема-то в том, что лицензии, как бы, нет, а это РПГ-ха, и ты такой, типа, и тебе потом говорят, такие, ну, вот, типа, какой-то раз ты приходишь, тебе говорят, такие, ну, вот, есть, но она на немецком языке, и, типа, ну, столько субтитров, типа, есть там, и все, и ты такой, типа, ну, блин, там, типа, первая часть была классная, типа, созвучка, и ты все такое, хочу такую, возможно, вот, и ты ждешь, Потом появляются такие игры, такие вот, это 1С-овская, это Готька, Акеловская, Акеловская, по-моему, Акеловская издавала. Ты такой, воооо, понеслась, Матча Патрон, ну или даже просто, где игры, где это не так, кому-то было важно, ты просто приходишь, видишь, там, я вот помню, какой-нибудь, наверное, не знаю, так вообще, не особо там известная игра, например, Crusader Kings, не тот, не знаю, Night Crusade, всё, перебыл, Crusader Kings не та, нет-нет-нет, не симулятор Excel, а Night Crusade, по-моему, это такой, типа, слэшер, изометрический относительно был, вот, и там, не изометрический, а с фиксированной камерой, как, типа, корезики, там было самое классное, что там был, как бы, по сути, трейлером к игре был клип Найтвишевский, вот, Mother Earth, по-моему, короче, можете посмотреть, интересно, до сих пор, вот, найти его, ну, сам клип Найтвишевский и под игру, который официальный был сделанный клип, типа, то есть, ну, по сути, та же самая песня, просто кадр из игры, вот, и я приходил, и там вот этот вот кривой косой уже, тогда начал появляться кривой косой перевод, а я такой, да похрен, классно, это прикольно, но, типа, сейчас я такой, типа, я не хочу никуда ехать за диском, типа, да я даже, вот, типа, находись у меня рядом, типа, выйти, пойти, куда-то диск, нахрена, я пойду сейчас в Steam и добавлю себе глиотеку. Согласись, все эти романтические юноши быстро перестроились на рельсы, что, вот, как раз там, не знаю. Хотя, вот, понимаешь, мне кажется, вот, прям, переломный момент был, ну, все-таки для большинства, понятное дело, кто-то с консолей-то начинал, ну, и всякое такое, но, типа, вот, переломный момент, это в тот же выход, вот, ну, расцвет, как раз, Steam'а, это выход Half-Life'а второго, и начиная вот, особенно, эпизодов и появление Orange Box'а, потому что, я думаю, у многих это стало первыми коробками, которые они, ну, как бы, первыми играми, которые, типа, ну, заставляли тебя ставить Steam, и вот, я помню, даже свое ощущение, типа, ну, вот сейчас я куплю вот этот, вот, типа, эпизод 1, мне нужно постоянно подключение к интернету, вбивать туда куда-то свой этот ключ, ну, какая-то срань, и так, с этими ключами лицензионных игр, типа, куча дрочек какой-то, а тут, типа, еще постоянно, типа, мне надо к интернету, типа, подключиться, какой-то Steam, там, что-то качать, я такой, типа, там, на обложке, например, написано, требуется подключение к интернету, а потом такой хоп-хоп-хоп, и я такой уже, ну, типа, нафига мне вот это, типа... Да, ну, я помню, как я сидел такой, выходит, тейкен, по-моему, очередной, я такой, я могу его получить когда-то на диске, мне нужно будет они либо съездить, либо за дохрена бабла замка от меня его довезут, через хрен знает, сколько каум появится, либо я могу качать прямо в час выхода. Да. Причем, там, типа, у тебя предзакачка, то есть ты сначала закачал, а потом, вот, час наступает, и все, игра включилась, и ты прямо играешь сейчас, ведь очень надо. А потом, ты такой, и на стальные игры, ну, вот, я буду что-то куда-то ездить, я лучше сейчас на скидочный какой-нибудь, как раз там, да, 70%, ну, возьму, может, поиграю. Потом, конечно, все перестроилось, вот у меня тысячи, больше тысячи, более, полутыщи игр в Стиме, я их никогда все не сыграю, это 100%, но они у меня есть. Вот, и мне кажется, что с хобби с нашим, где надо все ручками делать, скоро тоже, вот, как-то люди сейчас, ну, это потом, типа... Ну, оно перестраивается, просто оно перестраивается, не, не, все равно, вот, не исчезает тот момент, того, что, ну, хобби у нас не только про сборку, там, этот, еще покраска, тем не менее, остается, типа, ну, и сборка все еще, как бы, не исчезает, да? Да, типа, смысл? Ну, сейчас, типа, принтеры будут такие пш-пш-пш-пш. Ну, а захочешь ли это делать? Не факт, что захочешь. Ну, вот, смотри, получается, на самом деле, даже если появится вот эта возможность, типа, там, что будет, просто там, ну, когда-нибудь, наверное, дойдет до того, что у тебя, типа, распечатся моделькой, такая пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш на нее, и все, типа, у тебя готова модель, да, появится, но, не забывай, у тебя же есть степень контроля, ты можешь что-то не делать и что-то делать сам. То есть, например, вот нравится тебе процесс сборки, вот даже сейчас, да, ты можешь как бы вот распечатать сейчас модель, в принципе, целиком даже, ну, как я и говорил, да, но это, типа, совсем отбитый случай, зависит, конечно, какая модель, да, но ты можешь вот как я распечатаю, как я Спейсмарина распечатаю, да, а ты можешь, например, тело к ногам распечатать вместе, то есть, типа, уже видишь количество деталей, а в теории ты что можешь? Ты можешь свою Спейсмарину разбить на такое количество деталей, что будешь собирать одного Спейсмарина 20 дней, типа, там, по пальцам его, там, типа, печатать, да, типа, пальцы отдельно, там, ступни отдельно, там, каждую, там, письюн отдельно, все отдельно, типа, и собирай себе, вот, то есть, ты можешь себе сделать даже степень, вот, типа, тебе нравится тебе сборка и загнать ее в гораздо большую, типа, как бы, степень занятости, чем у тебя было сейчас, ну, как бы, в традиционной степени, да, сборки. То же самое, вот, например, а вот для тебя бы, Денис, например, появилась возможность действительно печатать модельки и сразу краситься, ты бы, наверное, такой, типа, чё, дайте две, а кому-то нравится красить, а кому-то нравится красить, и он такой берет и, пожалуйста, типа. Кто эти люди, нам нравится красить. Художники такие, не отбирайте нашу работу, машины отбирают нашу работу. То есть, ты бы так пользовался, а кто-то не пользовался бы, пожалуйста, и вполне себе это работа, ты можешь не использовать какие-то технологии, которые тебе отбирают то, что тебе процесс сам нравится. Знаешь, как самому копаться в машине, например, ты же приводил, кому-то нравится просто сам этот процесс и всё. Там опять уже технические ограничения идут без ПО, например, производителя, ты уже не можешь с Мерседесами со временем что-то сделать. Ну да. Да, колесо снял, одел, молодец, фильтры поменял, умничка. А вот что-то серьёзнее, всё, уже до свидания, к сожалению. И тут получается, что как-то не плыви против течения, а всё равно оно тебя подхватит и дальше унесёт, да, ты можешь долго отрицать прогресс, ты просто останешься на берегу. В результате ребята будут, не знаю, под каждый новый турнир уже себе, печатать конкретные подметы изменения. Новый ростер, потом выкидывать его сразу. Тем более, как бы, никто не заставляет это. Можешь старым рулудитским способом всё ещё, как бы, сыграть модели и, пожалуйста, кто тебе мешает это делать отлично. Я могу только посоветовать кому-то, типа, попробуйте тот, попробуйте то-то. Ваше дело прислушаться нет. Можно вообще забить на это, как бы было, сказать, нет, не буду я эти 3D-модели использовать, не буду я печатью заниматься и всё. Ну и, пожалуйста, твоё право делать, что хочешь. Но, как бы, отговаривать других от этого смысла особого нет. Потому что каждый, как бы, дрочит, как он хочет, и у всех свои интересы даже в хобби, мы уже это много раз обсуждали. Типа, кому-то что-то нравится, кому-то нет, а, ну, именно сам прогресс, ну, так или иначе он, так или иначе достигает, типа, людей. Типа, как ты не пышься, типа, так или иначе он тебе придёт. Типа, и ещё, типа, ты можешь, как бы, в принципе, до последнего, в него, ну, даже банально, типа, вот на правила вахи это перетекает. Ты можешь, типа, нам часто спрашивают, а что, если вам не нравится редакция, а что вы играете в актуальную редакцию? Да банально просто потому, что играть в старую, это ты, ну, типа, ты играешь во что-то мёртвое. Также, самые, ну, люди есть, которые там ФБ, как было в своё время, типа, некоторые люди не переходили из редакции в редакцию, а когда даже ФБ умрел и появился АОС, типа, люди не переходили из, до сих пор не переходят, типа, в АОС, а остаётся ФБ. Можно так делать. Опять же, кто им запретит, типа, можно то же самое делать. То же самое и вот с этим, типа, нравится тебе вот этот вот старый процесс, типа, сборки, покраски, ну, в данном случае только сборки ещё, да, моделей, да вот, пожалуйста, кто тебя вот берёт-то? Ну, мне кажется, опять же, если, в принципе, люди не будут касаться части 3D-моделирования всё-таки, ну, не для всех это очевидно, то просто видоизменится хобби. То есть, сейчас большая часть сборка и покраска. И, там, вплоть до неподъёмных каких-то, то есть, хорошую армию ходишь себе, ну, и сколько-то лет уйдёт нормальный человек. Никто, там, вот так вот. Ну, да, да. Я помню своих СМ, я собирал хрен знает сколько, типа, небогатый человек потихонечку, там, где-то урвал то, где-то всё. Ну, да, по коробке, по коробке. А если у тебя стоит принтер, ты плачешь за смолу, там, самое, за электричество. Да. Банально, да, банально просто со стоимостью смолы ты получишь больше моделей. И, кстати, если кто и знает, сейчас многие сравнивают это с литьём, нет, типа, ну, если ты заказываешь на заказ печать, то да, это просто дешевле, но, как бы, в разумных пределах. Если ты печатаешь сам, это существенно дешевле уже. Это уже существенно дешевле, да, это занимает какой-то труд, то есть, сам этот технический процесс, он может тебе не нравится, поэтому, да, ты можешь на заказ просто у кого-то эту печать заказывать. Всё ещё придётся руки попачкать. Да, но если ты готов это сделать, то ты получаешь очень существенную экономию, ты получаешь прям сильную экономию, типа, ну, то есть, я сейчас не помню, но, типа, сколько можно напечатать там спейсмаринов на 1 литр смолы, типа, но это несоизмеримые цифры, там, типа, около сотки, если я правильно помню. Может, сейчас Антон мне там поправит в комментариях, но, по-моему, около сотки, чтобы вы поняли, типа, сотка пластиковых спейсмаринов у вас обойдёт сейчас, типа, набор стоит, наверное, около 4 тысяч, типа, да, в наборе сколько? 10 спейсмаринов умножили, 40 сотка спейсмаринов обойдутся вам в 40 тысяч, да, в 3D-печати это вам обойдётся в 2 тысячи за литр смолы, ну, типа, зависит, конечно, какую смолу вы используете, вот, но, типа, вот, в данном случае 2 тысячи это будет стоить, 2 тысячи или 40, сколько? Мы пока оставляем вопрос ГВ, и в будущее уже не раз вы ждали этой ситуации, хрен с ней смирает. Просто банально здесь, но, опять же, помните, я здесь запускаю этот момент, то, что ещё, когда такие цифры сейчас привожу, сколько времени у вас займёт, типа, это всё-таки 3D-печать, типа, это не купить 10 коробок, это запускать печать, типа, у вас там, ну, типа, вот это время прошло, типа, оно распечаталось, после этого это подделите модель, снять этой лопаткой с зоны этой печатной площадки, типа, отделить эти поддержки, промыть там это дело всё, попутно ставя новую, типа, печать следить, чтобы там не прорывался у вас там это плёнка на принтере, то есть есть куча ещё недостатков используя принтера, чтобы там не залило смолой, не дай бог там накосячить и что-то, что вот там порвали плёнку, и у вас смола вытекла в сам принтер, типа, диких проблем ещё создаст, вот, ну, то есть, типа, требуется равно это усилие, типа, это не так, что ты такое, типа, Ну, это не дурачок, кнопочку нажал, там, типа, всё здорово, сразу, как у Высоцкого, нажал на кнопочку и... Пожалуйста, хороший пример, это то, что сейчас есть много, очень много появилось, как бы, ну, как бы это назвать, типа, 3D-печатных, да, которые на заказ вам что-то печатают, но качество среднее, на самом деле, у них достаточно плохое, сейчас не хочу там никого обидеть, кто-то знает, там, может, там, скажешь мне, ах, ты, Миша, ты урод, там, мы делаем, мы печатаем, народ нанесём, но качество у многих очень плохое, хотя, справедливости ради, это то же самое, что и с литейками, потому что, как бы, как было, да, типа, в своё время, ну, всё ещё литьё, это всё-таки работа против, ну, прямое, типа, как бы, пиратство всё-таки, вот, но вот с литьём было то, что пока фактически то, как работает система копирования и отливки моделей, позволяло делать, ну, в буквальном смысле точные копии, иногда, если у них был какой-то брак, то позволяло делать лучше даже копии, чем в оригинале, уменьшение количества облой и прочего. Фактически, что мы делали, 99% товара на рынке, как бы, было хуже качеством, чем оригинал, что бы там кто ни говорил, типа, некоторые заморачивались, некоторые это делали, но... Ну, это та самая литейка, знаешь, вот та самая литейки, просто знать надо, это уже известно. Мне, вот что, я хочу ещё более общую тему взять, на самом деле. Окей, мы отказываемся от моделек, мы отказываемся от их сборки, мы переходим на 3D, но в какой-то момент будет очевидно, что и печатать ничего не нужно. Ну, зачем? Это лишний шаг, который... Ты спокойненько там себе что-то намоделировал и в своём 3D пространстве там спокойненько в что-нибудь играешь. Тут вопрос просто, когда появятся возможности... Ну, то есть, смотри, сейчас почему это не так? То есть, ну, сейчас же есть, по сути, вообще-то, TableTop Simulator, в котором многие сейчас играют, турниры проходят, всё. Но, кто играл в Аху хоть когда-нибудь на столе, и кто когда-нибудь играл в TableTop Simulator, не даст соврать, просто это не даёт тебе тех же ощущений. То есть, да, игра-механика та же, но, как минимум, во-первых, типа, чем пока что у нас, типа, в чём две загвоздки. Первое, первое, когда ты играешь на компе, ты привык, что ты играешь в игру, когда она контролирует твой процесс. Ну, то есть, типа, банально, типа, многие, например, те же там RPG-хи, особенно старообрядческие какие-то RPG-хи, типа, там, каких-нибудь этих, там, вот там, Майс Виндейлов, Балдургейцев, у тебя есть же за механикой, вот это вот, ну, точнее, визуалом, который ты видишь, механика настольная, то есть, типа, кидание кубов, вот это всё, просто ты этого не видишь, она за тебя это обрабатывает. То есть, условно, ты указываешь человечку отсюда, дойди сюда, и он просто у тебя за определенный кусок времени это проходит, который ограничен чем? Ограничен, типа, заданным, там, типа, параметрами, сколько у него скорости, типа. При этом в, или там, action point, в зависимости с теми, да, какой-то, при этом в настолке, в Note Tabletop симуляторе, это ограничивает только тем, как ты это двигаешь. Да, в настолке на столе у нас тоже, но это немного не тот процесс, а там ты, как бы, ты сам управляешь моделью. Да, там сейчас есть приблуды такие, что, там, типа, двигаешь на нужную дистанцию, но это уже такие, типа, настройки ещё, и не очень, как по мне, всё ещё хорошо, там, всё это, ну, не совсем это удобно и работает, вот. Ты, мягко говоря. Да, плюс, там, ну, броски кубов, банальное дело, типа, ты можешь брать, типа, ты можешь в самом вот этом Tabletop симуляторе взять, типа, у тебя там стреляешь гатлинга, типа, 12 выстрелов, а можешь взять 13 кубов, да, типа, а можешь 11, типа. У тебя, то есть, игра никогда не... Не будет такого, то, что ты говоришь, эта модель стреляет сюда, и просто ты получаешь, типа, анимацию и результат. Нет, такого не будет, типа, ты должен сам это действие сделать. Вот. Это раз, то есть, типа, вот этот вот процесс, если он будет как-то оптимизирован, это первое. Второе, сама степень взаимодействия тактильная, которая есть в настолке. То есть, типа, многим может быть непонятно, кто особенно не играет, типа, в Ваху, но отдельный, типа, как бы, кайф от самого процесса в том, что ты миничку вот эту свою там двигаешь, ходишь и крутишь её там, да. Вот многие может казаться, ну, когда ты сильно утилитарно начинаешь подходить, тебе, конечно, это отпадает, но вот кто играет там, особенно не сильно там часто, то вот это часто бывает, такой момент, когда ты, вот, например, танчик свой, вот сейчас, например, фейсинг не имеет никакого значения, да, как-то танк может стрелять хоть из сраки, да, но всё равно тот момент, то, что ты такой танк ведёшь, а потом такой, типа, чик, подвернул, типа, его такой, чтобы он смотрел на противника или, знаешь, или просто подъехал танк и такой башенку повернул в сторону противника, и ты такой, типа, а, он стреляет туда. Ну, типа, это всё равно, типа, да, это как-то скажут, то взрослые мужики играют солдатиков, да. Но мне кажется, просто это мы выросли из этого. У нас еще были игрушки деревянные, прибитые к полу. А новое поколение, которое на планшете изначально сразу играло в игрушки, им уже этот интерфейсный барьер гораздо меньше важен. Плюс, опять же, это вопрос развития манипуляторов и погружения. Ну да. То есть, если у тебя будет виртуальная реальность, ты наделал шлем и там в буквальном смысле делаешь то же самое, ну как бы да, типа физическое пропадет. Но это как бы казалось не только вахе, а очень много таких аспектов, да, мне кажется. Ну и даже, кстати, вот момент, который я еще не сказал, то, что еще там сам момент факта кидания кубиков. Это просто странно как бы звучит, может быть, для людей, опять же, которые никогда не играли в ваху, но часто многие люди ходят играть, вот это как бы есть формулировка такая, иду покидать кубики, да, типа сам процесс, он просто приятный. Он такой, типа, вот это просто берешь кучу кубиков, трясешь их, типа, такой, пум, и там, пум, пум. Вот этот момент, знаете, мы сейчас сталкиваемся на съемках, типа, когда люди приезжают к нам на съемки и особенно не привыкли, часто ты начинаешь что-то снимать, а человек, типа, трясет кубы. И это вы часто в роликах все равно так или иначе можете слышать, ну потому что не всегда это можно отконтролировать, вот, и мы людям говорим, типа, подожди, сейчас я сниму, ты дальше подрясешь свои кубы. И, типа, зачем люди делают то, что приятен сам процесс, ты, типа, стоишь, тук, 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 кубики трясешь, типа. В том же TableTop симуляторе, не будет такого же эффекта. Ну, никак, там можно, конечно, реализовать, но не будет такого же эффекта, никак. Вот. В общем, в любом случае, что там, свах-то непонятно, как бы, тут надо свою позицию определить, да, на что ты готов пойти, что тебе самому интересно. Ну, нравится, там, типа, из битцов собирать, ну, окей, в чем вопрос. И пока есть такая возможность, насколько быстро будет происходить революция, хрен его знает. Но, в любом случае, вы сами сможете, как Михаил правильно говорит, проконтролировать, что будет происходить. Там, как свидетели ФБ, можете остаться спокойно и дальше заниматься, когда, я не знаю, ГВ будет распространять, например, свои модельки уже по подписке через 3D-печать. У тебя стоит какой-нибудь принтер ГВ с логотипчиком, типа, вот, мы подтверждаем, что этот принтер лицензирован для печати наших миник. Вот. И заодно у тебя идет какой-нибудь контракт, что ты получаешь новые минички каждый месяц. Ну да. Черт его знает, это наше предположение. Но ты можешь сказать, не-не-не, ребята, я вот хочу здесь. А может, спокойно, типа, я не вижу никаких проблем и пошел дальше, там, как все в 3D-печать. Вот и весь, наверное, сыр-бор. То есть, мы сейчас, очевидно, поплачем по поводу того, что, ну, вот, как бы, да, эпоха заканчивается. Я в целом тоже, как бы, я, в отличие от Михаила, не настолько в 3D-печати. Но я сейчас смотрю на свои стопки бицов, я понимаю, что там половина уже устарела с выходом новых миниатюр, там ничего с ними не сделаешь. Половину я никогда не применю, потому что, ну, это просто какие-то биццы, там, не знаю, Тау, которые я просто брал. Может быть, что-то на подставку, что-то еще. Вот. Но я уже чуть вышел на уровень, не когда тебе каждая моделька важная конкретная, да, на которой ты сидишь. Вот, типа, этот конкретный культист, он у меня вот такой, а тот вот такой. И у них вот такая история. Когда ты собираешь там уже треть-четвертую армию, ты меряешь все-таки уже немножко другими масштабами. Типа, здесь я, значит, десятку взял, это для них транспорт. Вот здесь у меня, значит, нужно мне вот лимитить. Все, понеслась. И, как бы, ну, биццы есть, а что с ними делать? Не очень понятно. К сожалению. Ну да. Таких комментариев отдай мне. Это мое! Нет, дам. Да, я долго копил это все. Мое личное богатство. Помню эти самые, кстати, опять же, бицбазары. Доживают свое, надо полагать. Потому что, сейчас, наверное, еще одна важная тема, то, что рынок 3D-моделей, это, по сути, wild-wild west. Ну да. Потому что ничего не понятно, регулирования никакого нет, какие-то репозитории, просто где-то что-то валяется, что-то платное, что-то бесплатное. Где-то кто-то урвал, где-то есть какой-то сайт, где все это выкладывают аккуратненько. Это, скорее всего, группа в телеге. Вот так вот. Да. Просто все постят, что подряд, бессистемно абсолютно. Ну, там как раз, что продают за деньги, но люди там просто выкладывают. Да. И пока, ну, это очевидно, просто начало. Потом придет регулирование, придут игроки, которые почувствуют, что здесь, как бы, денежки есть, и надо... Ну, интернет так тоже начинался, как просто какая-то сеть, где ничего... Ну да. Пузырь доткомов был, скорее всего, возможно, у нас в 3D-печати пузырь ждет, когда кто-то вбухает кучу денег, все это обвалится. Посмотрим, как это будет идти. Но в любом случае, стагнация, это не тот путь, который люди выберут. Ну да, да. Хотелось бы верить. Ну, это даже психологически сложно. Ну, это естественный процесс просто, да, мне кажется. А так или иначе, оно адаптируется. Это просто то, что удобнее, то, что, типа, проще использовать, то и использовать. Удобнее, проще, дешевле. Типа, это всегда, типа, все равно, так или иначе, будет перетягивать. Мы на это слово лень избегали, но как бы двигатель прогресса, он не уйдешь. Да. К сожалению, или к счастью, все... Я тут раньше, как-то, с этими банковскими приложениями, что-то куда-то деньги снять, кому-то дать, что-то, номер телефона полетел, забери, и все. Так что, вот так вот, друзья, готовьтесь, не знаю, вам это на сердце ложится или наоборот, все в вас поднимается против этого. Нет, никогда свое святое хобби не отдам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что у вас на уме, что на сердце. Мы готовы почитать. Вот там пришел человек, говорит, в ересе все плохо. Даже расписал, что конкретно. Не знаю. Только комментарии у него похожи на шизофазию, немного. Я не буду никого... Ты знаешь, как бы, это личное. Личное шизофазие, все в порядке, мы не осуждаем, ну, может, осуждаем до эпохи. Да, а кто даже после нашего видоса все равно напишет, типа, Миш, ты своими 3D-моделями убиваешь хобби, ты пошел ты в сраку, как бы, ну, и вот так вот. Ну, так считаешь, ну, значит, убивай хобби, что ты мне сделаешь, я в другом городе, как говорится. Трек был, это я, но я не стал одним из них. Я принес смерть. Субтитры сделал DimaTorzok